Финансирование нацпроекта по повышению производительности труда в Башкортостане в 2019 году планируют увеличить почти на четверть с нынешних 187,5 миллионов рублей до 226. Более 95% средств обеспечит федеральный бюджет. Об этом сообщили в региональном Минтруда. Основное финансирование порядка 80% направят на так называемое опережающее обучение сотрудников, которые потенциально могут лишиться работы. Любая модернизация на производстве предполагает рост автоматизации труда. Остальное пойдет на обновление службы занятости. По словам исполняющей обязанности вице-премьера правительства республики, службу вовсе хотели упразднить. Однако пришли к выводу, что в случае массовых сокращений без нее никак не обойтись. Служба на самом деле нужна. Ни одно нормальное государство мира службу занятости не закрывает. В рамках как раз этого проекта будет очень правильно сделать перезагрузку. Будет внедрен принцип такого индивидуального подхода. То есть я могу сказать, что мы это опробировали на примере пилота. С ранг проводили пилот по трудоустройству инвалидов. И вот у нас логика эта, я думаю, что должна сработать в следующем году по отношению ко всем. Вопросы поддержки занятости населения и повышения производительности труда обсудили на конференции в Уфе. В этом году Башкортостан вошел в число семи пилотных регионов реализации федерального нацпроекта. Сейчас в нем участвуют восемь предприятий республики, приоритетных для господдержки несырьевых отраслей. Мы имеем на конец года улучшение производительности труда от 5% до 6,4% по каждому предприятию. Но главное, я считаю, что это не только повышение производительности, но то, что наши команды, наши производственники получили консультации от федерального центра компетенции. И обратили внимание на то, где можно совершенствовать технико-технологические процессы. До 2024 года производительность труда должна вырасти не менее чем на 30%, сообщили в Федеральном центре компетенции в сфере производительности труда. Нацпроект должен охватить порядка 10 тысяч предприятий во всех регионах страны. Обучение пройдут около 80 тысяч сотрудников.